приветики в общем сегодня третий день моего отпуска прошел очень плодотворно все успел все что хотел сделал хотя думал что ничего не успею вот переехал из алушты в маловеченская вот уже в новом номере сейчас номер получше предыдущего посовременнее почище поаккуратней ну и подороже немножко вот как прошел мой день сегодня все что он метил как я уже говорил все сделал съездил на айпетре через ялту посетил водопад учинсу воды там мало в общем поднялся пешком по таракташской тропе на вверх туда на гору и это меня заняло два часа подъем вот и потом по плата по верхнему прошел до зубцов айпетрии до подъемника тоже пешочком где-то час шел грубо говоря всего три часа мне ушло на подъем и на поход до айпетрии до самой там я тоже поднялся на самую верхнюю точку когда дошел причем там вход платный я заплатил хотя у него уже был оплачен когда я оформлял проходку короче по заповеднику это заповедник там все я с утреца еще на сайте там оформил эту проходку за 200 рублей вот и там еще раз заплатил а потом говорю у меня вроде есть она посмотрела это продавщицы и да у тебя там действует ладно плевать что 200 рублей за такие красоты не жалко короче сгоняла что-то на самый верх ветрище просто лютый мороз там просто какой-то страшный зимний ну без снега понятно но кстати там даже еще деревенье все расцвели распустились не до конца имею ввиду так-то все конечно но не до конца видел живых оленей но не успел заснять только потянулся за телефоном и короче ну оленя одного и он короче свалил я вообще думал что-то фигурка деревянная так смотрит вообще замер я так просто повернул голову смотрю стоит олень думаю ну бог с ним ну поделка какая-то потом смотрю нифига настоящий только телефон хотел достать короче свалил блин жалко вот но сама прогулка мне очень понравилась вверх подниматься тяжело мне человеку сравнивый вот но успешно все сделал красотища просто какая-то потрясная ребята скалы горы лес сосны такие матерые здоровые сосны еще маленькие сосны есть коряво это сосна станкевича по-моему называться вот дошел короче на и петре все поел там за 600 рублей пирожков купил у каких-то кавказских граждан водах ну просто жрать хотелось сильно спустился на подъемнике хотел по корейской тропе спуститься вниз но по другой вот но что-то не то чтоб сил не было просто погода стала портится тоже дождик подкрапывать начал вот я решил на подъемнике все но еще и на подъемнике прикольно за 800 рублей пришлось заплатить в обе стороны как бы у них вот так так сейчас раньше по-моему можно было в один конец просто заплатить часто оплачиваешь две стороны туда-сюда ну и короче спустился на такси опять же такси поймал до ялты добрался а потом от ялты на автобусе до луж ты собрал шмутки и малореченска короче вот сейчас здесь уже все нравится погода говно пока что похолодало но я думаю что все наладится у меня в принципе даже погода не раздражает а мне просто нравится здесь в любую погоду ну когда нет дождя потепле оделся да пошел куда-нибудь так следующая точка у меня ялта завтра может быть даже выходной себе сделаю потому что три дня тут просто так уходился завтра день шашлыков короче на шашлыков нажарите на неделю вперед шутка конечно на пару дней побольше короче шашлыков пожарить чтобы путешествовать можно было уже со своей едой вкусненькой вот так что смотрим дальше все покажу как сегодня ходил куда ходил где был что видел все для вас все смотрите всем привет небольшая утренняя прогулочка напоследок по лужке по набережной сегодня поеду малореченска попробую изгонять на петре если успею потом малореченска вот все покажу все сосны охренеть просто ну куда по 2 часу интересные сит наводится здоровенная как я но зато самый высокий водопад в крыму поможет даже в россии по моему камешки не скажу сейчас мыло каком тут году селька сползла ялту затопило всю нахрен эта речка бежит как раз ялта водичку туда весной тут потоп вообще охренеть это водозаборник так как прикольно водички бежит у вас то было бы целая не агар получается до водопада добрался сейчас пойду на петре пешком тут прохладно она собой курточку взял все везде платно стало чтобы пройти по тропе по лесу просто в гору забраться 200 рублей недорого но все равно чтобы пройти до водопадов где там 100 метров 200 рублей за все денежку снимают молодцы конечно зарабатывать вот и тропиночка вроде будто нужно начнем отсюда и плавно перетечем на нужную нам тропочку ну думал что сегодня не получится что-то лень такая с утра была морда вся опухла вот по таким значочкам двигать а потом учета раз 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 собрался быстренько ялту приехал ровно 12 начал подъем говорят что 2 надо чтобы подняться как счета но обратно успеть валу что потом малореченская мышь и ничего не успею ладно посмотрим иду иду опять виды хорошие вот тропинка как будто да она все время вверхе после первого похода на димиржи получаться пески сосна здоровенный получат немножко полегче как будто либо либо это просто в начале так пока хорошо а дальше вот уже посмотрим конечно вас где-то водопад и за водопад еще есть не могу не снимать красота просто чудо какой-то штучки и вон туда нужно так только телефон убрал и опять доставать приходится такие штуки скалы на пути встречается просто огонь вообще-то сверху такая шляпа висит обрыв такой вот так иду-иду охренеть а вот ялта а там и море она туда еще еще далеко каждый раз думаешь что красивее уже быть не может идешь дальше все красивее красивее такие виды как видовая площадочка со скамейкой где наша тропка где-то здесь у нас идет развилка видимо мне похоже туда наверх это боткинская тропа там на водопаде сейчас только чтобы все вышел на тракторскую тропу поднимаясь дальше ну я думаю половину прошел то всегда так кажется что половина на самом деле ошибки так но даже в и так вот высоко а тут высоко ломи откуда-то оттуда пришел красить еще подъемчик если что не простой на самом деле вначале так зигзагами вверх идет типа серпантину такого пешеходного вот а сейчас что-то прям тупо в гору и гору и прям прямо прямо короче сырой он весь но все равно в этот раз полегче подъем получается но мне полегче может попривык и такое ощущение существует ливень гряне посморно так на самом деле в ялте не особо солнечно но когда подъезжали сюда к водопаду со стороны ялты ялте было солнышко здесь такая туча черная села такой ветер сейчас прохладный подул наверное скоро вершина потому что внизу ветра не было вообщем идем дальше так как я и говорил смысле как я и думал что прошел половину то вот на только половину короче вообще так ну вот получается уже немало пройдено такое шикарное место попал скалы такие фактурные ничего себе так дай петри наверно еще очень далеко мне попались люди навстречу один сказал что до вершины еще полтора километров но это году намного ниже чем сейчас дай петри горит еще в оплату вот так вид конечно опять же обалденный так что для нас 5 километров это всего 10 тысяч шагов я не знаю смотря конечно к поверхность год если опять горы на гору то тяжело а если нет то сущие пустяки сущие пустяки она поперли дальше ряшки ватные мне сегодня уже четыре человека на встречу попались ходят люди пофигу на погоду хотя даже в такой погоду легче ходить блин фигов что камер не передаете масштабу от этих это просто как-то ушеломляет кругом скалы эти горы еще бы солнце шоу-шоу и 8 пришел листья тут старая валяется какой-то мужик такой овражек в горах вот так вот шоу-шоу и увидел это пионы по-моему дикие до горах еще кустик ну вот поднялся не совсем еще но еще сейчас дай петлю варся и дождь начался ёп мое только бы немного не сильно нахрен подождение надо а тут кстати говоря очень даже и прохладно я пока раз раздухарился разгорячился разошелся мне пока не холодно но я думаю что так вот приехать на машине вылези футболки здесь то будет прям неприятно такое байда стоит посидеть отдохнуть с видом на ялту ну ребята я себя поздравляю поднялся но это еще не все забрался еду по какой-то дороге не знаю никаких не указатель ничего нет куда-нибудь да приведет я думаю лишь бы медведей него их тут вроде как бы нет не слыхал прохладненько воздух чистущий ну сейчас главное дай петри дайте пожирать и как-то выбираться от себя я думаю что так так а дорога дорога то есть но куда тоже ведет дремучий лес тут такие сосны корявые небольшого роста дождик как бы начинался на что-то вроде опять затих вот такие тучки не особо черные не думаю что прям дохрена какой-то дождь будет думаю одеться не одеться прохладно но пока еще такой разогрет что не холодно лучше заранее до боли на ли не видел сейчас прям вот стоял такой капец ребята не поверите вот прямо здесь стоял овень на меня смотрел я только камеру стал доставать он свалил все-таки приоделся немножко дождик капает и прохладно стало не зря взял тут оказывается даже интернет немножко ловит такой думаю вообще правильно еду неправильно но дорога как бы есть куда она ведет непонятно смотрю поймал это сработал навигатор что понимали высота тут больше километра по-моему над уровнем моря . блин на работу трубка была стрелять можно было ну пофигу сильнее прогуляют вот сколь доволен что зашел на гору мне как человеку сравнены было не очень легко но и это сделал ура ладно потом еще чуть подниму не зря сегодня футболочку запасную взял то вся промокла пока поднимался а ветер тут какой-то лютый прям зимний он не сильно но видимо из-за деревьев но холодный вот я все еще иду вот бы еще ли не какой он живот увидеть только не медведя конечно ну и не кабанов ну и не волков лисичку оленчика самое то на хрена мне эти качели с хищниками я сам хищник блин вообще ни капли сожаления что сюда полез где-то середине горы было она но сейчас вообще нет вообще быстро себя пришел думал оляшки как ватные просто как будто всю неделю приседал до сих пор он указатель хочу там не был он этот полосочки еще куда теперь получается вообще даже в горах есть поселок охотничьим а вот это вот дорога ведет на бахчисарай вот там он обсерватория вот она вот но туда я уже конечно не пойду этот раз вон мне туда там на петре дороги а мне только этого и надо это что за мандула кто знает черканите в коменте я думаю что что-то связано с воздушной обороны да и барабан на дробь вот они зубцы и петли налогожданную это значит что и те осталось не совсем ничего так ну вроде бы виды опять офигенные просто как вот с этим жить потом кирове а там такого нет ничего себе вот это да вот это конечно это куда-то я попал уже так шикарно очень страшно краю подходить просто ебическое хоть на пузо лечь посмотреть а в ялте солнышко что ли ничего себе так это ялта получается или что это я в шоке только страшно настолько и прекрасно это капец какой-то ребята вот ялта ну и вот еще пионы в горах это другой сорт с такими листочками ну красиво все равно обалдеть не особо любитель цветов но когда это все в дикой природе растет вот так это прям смотрится обалденно просто ну вот ребята я и на айпетри забрался такая вот эта сумасшедшая просто опять же камера не передаст на этом месте вот здесь вот здесь и Ну вот я уже внизу. Сейчас опять проблема как добраться, но я думаю выпутаюсь, ведь я же хитрый лис.